Я, честно говоря, очень боялась, что пошел дождь, и у нас не состоится, но все, кто состоится. Привет, представитель Дунной, но мой коллега Эрис Кирсона, который приехал дальше в Кусты. Он сейчас расскажет, что на сегодняшний день он вопросов в конце, как всегда, а как их идут. Спасибо. Всем привет. Сегодня я хотела бы поделиться своим опытом анализации мобильных приложений. У меня началась автоматизация мобильных приложений. Один проект. Второй проект. Я начинал автоматизацию всех этих приложений, начиная от B, потом нативные были и потом B. Немножко разомер. Есть опыт милинства ClearFormation группы на последних двух проектах. Активный спикер в Кирсоне действия и водя на разных ивентах. Также докладчики из клуба Bersone, ментор семи практикантов успешно выпустил. Создали менторский программ и есть успешный опыт постановки автоматизации мобильных проектов. Перед тем, как продолжим, хотела бы познакомиться с вами. Подвините, пожалуйста, руки те, у кого уже был опыт в автоматизации. Окей. Ну, для себя, просто, понимаете, насколько это удобно. На самом деле, здесь будут технические, то есть, ну, под ним рассматривать сам аркиум и, непосредственно, примеры, так с ним работать. На самом деле, сегодня это больше плотная лекция, чтобы вы понимали, как происходит автоматизация мобильных приложений вообще, что для этого нужно, чтобы начать и с какими сложностями придется столкнуться. Потому что автоматизация мобильных приложений – это что-то довольно новое. Если тогда уже все стабильно, все трудно работает, то с мобильными еще есть какие-то сложности, тем не менее, уже профит автоматизации мобильных может принести. О чем мы будем говорить? Раскладываем угрышение, которое нужно для того, чтобы начать. Там нужно подготовка следы. Дальше. Как искать и работать с элементами. Работа с драйвером. То есть, есть у нас основной блок драйвера, от него еще есть куча веток, заканчивая драйверами, которые нужны для автоматизации мобильных приложений. Работа с FEM-текстами. Это уже удобная система в автоматизации мобильных. Эмуляторы или Realtorvice. Возможные проблемы или трудности, с которыми придется столкнуться. Как выстроить правильный процесс мобильной автоматизации. Ну и немножко затрону облачную естественность, потому что довольно удобно. Ну, если начинать с самого-самого начала, это рассмотрим виды мобильных приложений. То есть основные это нативные, которые устанавливаются на телефон, которые чего-то делают непосредственно на телефоне. То есть там они не требуют браузера, не требуют интернета, даже если требуют, то независимо от него. Дальше, веб-приложения. Ну это, к примеру, сейчас очень часто у нас есть в дизайне специально про мобильное дело. То есть мы заходим в веб-приложение, у нас одно, мы заходим с библидного приложения, там текст совершенно другой. И важно очень тестировать именно на эмуляторах, либо на девайсе. И библидное приложение бывает такое, что у нас есть нативное приложение, но при этом мы в нативном кликане чего-то, и у нас открывается дек-страниц. То есть это доступ к деку с нативного приложения. Вот. По поводу окружения. Перед тем, как начинать автоматизацию, нужно понимать, что такое окружение нужно будет настроить. И, естественно, ну я только взял две самые основные операционки, это iOS и Android. То есть, что требуют до старта iOS? Так как у нас Apple, однозначно, если с тем они не хотят, чтобы спаденты, да, и запускались, не работали, все разработчики для Apple есть только на macOS. То есть готовьтесь, что если вам завтра нужно будет автоматизировать, iOS-приложение, нужно будет обязательно ставить, ну либо в Mac, где-то брать Mac mini какой-нибудь, на нем все разворачивать, либо искать какие-то другие варианты. Но это чисто под Mac можно сделать. Почему? Потому что нам должен будет экспорт, экспорт у нас доступен с macOS. Дальше лучше стационарно, есть аргум UI-ная версия, есть аргум консольная версия. Для UI-ной версии, в принципе, он и не нужен. Для консольной версии нужно будет установить его, чтобы в дальнейшем установить аргум. Сам аргум как приложение, и приложение, которое мы можем тестировать. То есть, если мы говорим о вейре, нам нужно убедиться, что на эмуляторе будет стоять, ну или эмулятор, или ее давать, здесь не важно, что будет стоять браузер-можник. То есть для Android это будет Chrome, для iOS будет Safari. Если мы достигли какое-то приложение, которое нам дали вейлоперы, то мы, соответственно, должны установить, ну не установить, а даже, в принципе, убедиться и указать путь, видеть, что мы есть на этой машине, указать путь, как ему может получить доступ аргум. Что нужно для Android автоматизации? Для Android здесь не столь фактично операционная система, здесь, в принципе, можно все настроить под лентой. Единственное, что нужно учить, здесь есть сложности под вертальными машинами, то есть если это вейнпа, то там с видеодрайверами будут проблемы. Тарелла по машине все отлично ставится, все отлично работает. Нужно нам будет Android SDK, то есть это software development kit, для Android, в котором есть строй для эмулятора. Следующий шаг – это как раз таки настроить эмулятор. Там же можно настроить эмулятор, создать эмулятор, эмулировать какой-нибудь девайс, какой-нибудь выберем из списка. Так же самым нужен будет Appium, как была и Application, то есть, как я сказала, и Chrome, либо АПКшка для андроида. И что важно, вот я последним пунктом решил угадать, потому что часто сталкиваются с проблемой, что Android SDK эмулятор, который стандартный, он очень-очень медленный. Для того, чтобы его немножко ускорить, при создании эмулятора ставится галочка вниз в хосту GPU, и при этом должен быть установлен клоидж драйвер, аксендрайвер. Если это все есть, то вряд ли даже дефолтным, более-менее быстро будет работать. Есть, конечно же, демоушен, он условно бесплатный, но если вы хотите юзать его на реального проекта, то нужно будет за такие деньги. Что касается, следующее, это поиски работы с элементами. Ну, в первую очередь, тулы. Сейчас мы рассмотрим на примере, как это происходит, после поиска элементов. Если мы открываем браузеры, и непосредственно в браузере ищем элементы, ищем локаторы, ищем элементы, ищем элементы, то при работе с мобильными, в принципе, если у вас веб-аппликейшн под мобильное устройство, в принципе, можно так же само открыть ее браузер, просто сделать окно меньше, и смотреть, какие элементы у вас будут там, да? Если это нативное приложение или длинное приложение, то здесь, в принципе, уже нужно и по Abram Inspector, встроенный инспектор в Abram, он работает и с Android, и с iOS. То есть, если у вас юальная версия Abram, вы можете нажать inspect, и у вас, в принципе, появится дерево элементов. Дальше есть отдельно, UI Automator Viewer для Android, и UI Automation для iOS. Здесь они, в принципе, тоже как вспомогательные инструменты, помогают видеть элементы, помогают находить элементы, чтобы в дальнейшем использовать их в автоматизации. Насчет локаторов. Какие локаторы у нас есть? То есть, даже для нативных приложений мы так же само можем использовать XPath. Я вам покажу на примере. Так же само строится дерево элементов. У нас есть дерево, и по этому дереву мы строим яичный локатор. IT. Если есть у элементов любые айтишки, мы можем использовать класс, name. Дальше есть еще UI Automation IT. Это может иногда пригодиться, если у нас в стандартном дереве элементов нет такого-то элемента. То есть, он есть на девайсе, есть на эмуляторе, мы его видим, но в дереве элементов его просто нет. Такое тоже бывает. UI Automation иногда помогает, естественно, можно кликнуть, чего-то сделать. В принципе, он помогает на эти элементы. Так же можно использовать CSS. Вот здесь, как я указал, WireWare Only. Для нативных это не будет работать. И Accessibility ID, IS Only. В IS-приложениях есть блокады . Можно, в принципе, по ней искать, а какой-то Accessibility ID. А теперь немножко на практике хотелось показать, как это происходит. Вот. Наверное, я... Ну, здесь уже есть скрин, я сейчас стартану, чтобы попробовать взять вот это приложение прямо при вас. Вот есть, например, скрин — это дефолтное приложение. вот, и у нас есть какие-то элементы здесь. Например, нам нужно проверить, что в хедере у нас есть какие-то сообщения, месседжи. Слева у нас основной скрин, справа у нас дерево элементов. То есть дерево элементов мы видим. Это API автомата для андроида. То есть это андроидное приложение. Справа в дереве мы видим список элементов, которые у нас есть. И мы по дереву можем пойти... Присумлю. Можем пойти и посмотреть по точке. Мы можем так же само построить экспанс. Мы можем создать, например, фрейм layout, в котором где-то есть... Что нам нужно будет? Related layout и, в конечном итоге, какой-нибудь текстиль. Строится локард так же само. То есть он будет использовать два слэша, класс равно и указываем все элементы. и указываем все элементы. Так. 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 Пока запускаются еще варианты того, как можно находить локаторы. У нас здесь есть дерево элементов и детали по каждому элементу. То есть мы видим, что у нас есть элемент, какой-нибудь TextView. Нормально conversation. Дальше мы видим, что у нас есть детали. Это индекс, текст, ресурс, ид, класс, package. То есть это то же самое можно использовать при поиске элемента, то есть при построении локатора. Мы можем найти по классу, например, элемент, указав просто класс равно и указав вот этот вот класс, если он уникальный. Так же само у нас есть ресурс id, в котором есть id empty. Если мы хотим найти элемент по id, мы пишем id 1 empty, и он будет находиться непосредственно по id. И он будет хорошоездить проблемами и сквозь, во все это 훨씬 идеи train of got it. И он будет большой карантин, а не вечером psychic 하는데 historicамная решение является форматом и их будет некрасивveer у нас есть вложений, и они легион ребён вaglesbes. Собственно, апперовский инспектор, он будет очень-очень похож на, то есть вот этот реальный автомат, он идёт в том пакете с Android SDK. То есть вот у нас есть Android SDK, установленный, в нём есть папка tools, и в папке tools у нас в самом конце пакет, который запускает реальный автомат, который видит не только аккумулятор, вы можете так же само находить элементы с real device, если у вас подключён real device по папе, можно так же само создать реальный автомат и смотреть дерево элементов. Вот, собственно, эмолиатор лекарства, я могу отбрать какое-нибудь приложение. Вот, и я дополнительно взял камеру, да, и здесь можно, так, девайс, как пишо, то есть он подключается, с ADP, как называется, к эмолиатору нашему, получает от него скрешок, получает дерево элементов в виде Xtomate, и, собственно, показывает нам это всё. Вот, мы получили скрешок, и, например, мы можем проверить, что у нас есть кнопка Next, вот она, у неё есть, мы видим партнер Next, если в детали, у неё есть текст, у неё есть присутствия IT, класс 5, то есть у неё есть атрибуты, по которым её можно найти. Каким образом и, собственно, находятся элементы в лентативных приложениях? Если говорить дальше, то есть это поэтапно, а вы идёте, вам нужно настроить следу. Сначала, потом нужно настроить эмолиатор, разобраться, как вообще работает приложение, засыпать приложение на эмолиатор, открыть, посмотреть, что есть это дерево элементов, что у вас всё готово, в принципе, для дальнейшей автоматизации. После этого всего вам придётся строить непосредственно автоматизацию. Здесь ещё можно сказать, если говорить о прослойке, да, как я его разведу. То есть конечная точка – это ваше приложение, которое запновлено на девайсе. Потом идёт у вас девайс, да, после… с девайсом взаимодействует с нам Appium. То есть Appium – это отдельная ставица, да, и он, как бы, взаимодействует с девайсом. Команды в Appium передаются с кодом. Код, то есть это может быть… Код, на самом деле, выглядит, как обычный сиреневый код при горой автоматизации. То есть у вас… Код же Бриджопчик используется. Тише элементы, только элементы находятся не там веб-элементе, а в веб-элементе. Ибо кастом на обёртку. Если говорить дальше, да, то код, как работает с Appium через драйвер. Пересвод драйвер. Собственно, web-драйвер – это сам… это интерфейс, в котором просто есть… каркас, да, тех экшенов, которые можно делать. Дальше идёт… Который наследует вот драйвер. Дальше идёт Appium драйвер. Который… То есть Appium у нас есть как приложение, а также у нас есть как API, который подключается в коде. Он необходим при автоматизации нативных приложений и веб-приложений. При автоматизации веб-приложений, в принципе… Ну тут нужно смотреть, да, можно и remote web-драйвер использовать, можно и iOS Android драйвер использовать. В какой-то месте. То есть у нас идёт Appium драйвер, от которого наследуется iOS Android драйвер, который реализует определенные вещи по-своему. Есть и детали. То есть, как я сказал, да, веб-драйвер у нас интерфейс. Remote драйвер – это для веб-автоматизации, но он использует remote URL. Часто очень используют remote web-драйвер для автоматизации для гриде. То есть у нас есть код здесь, у нас есть грид здесь и там 10 машин какие-то, которые подключены к гриду. Мы указываем линку на грид, то есть там iMishe, например, на грид. И у нас код будет стучаться к гриду. То есть здесь также самое можем указать линку, где у нас установлен ARM, и также самое через ARM стучаться к вебу. Почему не всегда удобно использовать remote драйвер для мобильной роботонатики? Потому что бывают такие моменты, когда у нас есть какие-то нативные вещи всплывают. То есть, например, у нас в том же Фейсбуке, если вы будете его автоматизировать завтра на мобильном, у нас при вводе логина пароля уже выскочит первое значительное веб-авчик, который не хотели запомнить пароль. А потом еще там после какого-то определенного меншина выскочит тоже нативный веб-ав, именно андроида или iOS-а, который будет, в принципе, блокировать сайт, пока мы нажимаем руки. И для того, чтобы его закрепить, то есть использовать, да, нужно нажать об этом блоке руки. Для того, чтобы нажать ее, вам уже потребуется ARM, ARM драйвер, который сможет работать с нативным контекстом. Потому что remote драйвер, он будет работать с сайт контекстом только. Аппер драйвер – это австрактный класс для мобильной автоматизации и непосредственно для автоматизации авиаса или андроида, в зависимости от девайса, вы можете использовать авиатрайвер или андроидрайвер, которые расследуются от аппер драйвера. Я добавил пример, не знаю, насколько видно, но в принципе презентация продолжается, кому может понадобиться в будущем. Примеры инициализации драйвера. То есть это вот с проекта взято практически. Здесь мы указываем copability, которые вам нужны для того, чтобы стартнуть. То есть после того, как у вас света готова, вам нужно реализовать это все в ходе, да, то есть чтобы ход дальше отправлял какие-то запросы в аппер. Для того, чтобы это сделать, вам нужно указать URL, для того, чтобы было понятно, какой девайс. То есть здесь в примере у нас есть Mobile Chrome и Mobile Safari. Тут в примере это для автоматизации Mobile Black Rage. Здесь указано, да, у нас браузерный указан. То есть в случае Chrome у нас будет правда Chrome, в случае мы браузер Safari, у нас браузер Safari. Так же самое пошли девайсы разные, платформы разные. Есть еще такие вещи AutoAccept, Alex, для того, чтобы не выскакивали аллеры. Нативный опять вот как раз таки. И new command timeout сетится для того, чтобы при простое каком-то определенном, тест не просто упал по тайм-ауту, а, например, если он там можно подождать определенное время фотоскейсов, он 180 секунд будет ждать, после чего он болел по тайм-ауту. Дальше работа с контекстами. Здесь больше касается гигридных приложений. То есть с вебом, вроде бы, что ясно. Когда у нас есть веб, мы можем найти локатор, то есть открыть или браузер или через инспектор. В нативном это инспектор либо UI автоматом. Что касается гибридных приложений. Когда у нас открывается нативное приложение, но не переходит на определенные шаги, у нас открывается веб-приложение, то есть веб-страница какая-то. В этом случае, вот здесь в примере, это админинспектор открыт, то есть он вот так вот выглядит, и открыто iOS-приложение. У вас есть дерево, то есть если там оно было справа, один на слева, то здесь наоборот, и у вас дерево открывается последовательно здесь. Выбираете какой-то элемент, он открывает вам дерево элементов следующее. И здесь есть такая вещь, как контекст. То есть вы можете здесь выбрать, там, native app есть туда и webview. То есть вы можете выбрать native, преднейшим у вас будет нативный контекст, и webview это веб контекст. Бывает даже такое, что в некоторых приложениях шапка идет нативная, а дальше идет подтягивается с веба непосредственно страница. В таких случаях у вас есть, может быть, несколько контекстов, вы можете переключаться между ними и для поиска элементов, и для работы. Если говорить о том, как это реализуется в коде, то у вас есть драйвер. Есть возможность получить все контексты, то есть для того, чтобы у вас есть объемный спектр, для того, чтобы знать, какие контексты есть. Также у вас есть возможность с кода непосредственно вывести, взять все контексты, которые есть на текущий момент, вывести их где-то в блогере просто для себя. После чего просто переключиться на эти контексты. То есть первое, это getContextCannels, вам обернет все контексты, то есть если есть webview, он вернет в webview, native, да, все, что есть на текущей странице. Если вы в тесте открываете нативное приложение, а в нативной приложении доходите до веб части, вам нужно переключиться с нативного контекста на веб части. Ну, для драйвер это авth gambler. Надеюсь у вас это может быть там или в константе это драйвер, или где он должен проставаться с какого-то менеджера, То есть у вас есть другая точка, контекст, и вы указываете, контекст, на который вы хотите переключиться. переключиться, это может быть WebView, это может быть Native, это более дефолтные такие вещи. Также контекст может быть custom какой-то, то есть я вам показал, да, контекстней. То есть в зависимости от того, на какой контекст вы хотите переключиться, вы сначала достаете его имя, потом указываете в ходе это имя контекста, и, собственно, у вас идет переключение, и вы работаете уже с тем контекстом, который вам нужен, то есть либо Web, либо Native. Если дальше речь, вот девайса. Сделал немножко табликс в сравнении. Реал девайса и эмулятор. В принципе, мы работали и стили с тем, есть свои плюсы, свои минусы в каждом из них. Если говорить о простоте настройки, то андроид это все довольно быстрое с ненавидимого Реал девайса. То есть Реал девайс, мы буквально оботначаем его, у нас стоит, у нас есть возможность уже увидеть этот девайс, что он подключен, потому что он был. Плюс на девайсе нужно включить Реал девайс, чтобы он был включен, и все, собственно, мы можем с минимальными усилиями уже начать аккомпенсировать на андроиде. То есть подключили девайс, нажали ОК и все. Если говорить о iOS, придется покупаться там в свои сложности, чтобы подключить Реал девайс, и чтобы у него видео-мапивание. Вот, в принципе, тоже решаемое, тоже возможно, но нужно потратить в начале время на то, чтобы это сделать. Если мы говорим об Амбриатрах. Android, в нем есть подводные камни, как я говорю, да, даже за то, что с быстродействия, да, он очень-очень медленный, если мы сделаем данные вещи, то он будет уже быстрее. Плюс нужно, там, устанавливать правильную версию, если это веб автоматизация, нужно устанавливать правильную версию браузера, то есть есть ARM и есть x86. То есть вот эти вот вещи учитываются. Если у вас вот сбор на x86, нужно ставить Chrome тоже x86. Вот, а если мы берем iOS, то в целом не столь сложно отрабатывать на x-ход и минимальные отстройки. То есть нам нужно запустить Амбриум, чтобы на x-ходе был эмулятор нужной версии, то есть там зависимости. Вот версия iOS, которую мы можем тоже передавать как параметр, да, проводить тест на iPhone 6, версия 9.3. Нужно просто увидеть, что эта версия с эмулятором стоит. Если говорить о скорости пропона, то реальные девайсы, конечно, чаще всего работают быстрее, чем эмуляторы. Если говорить об эмуляторах, то Android скорость зависит от эмулятора. Я здесь так написал. Почему? Потому что тот стандартный эмулятор, который представляет Android SDK, он даже, то, что я сказал, он быстрее становится, но самым медленный. То есть и веб, и нативное приложение, очень, бывает, долго открывается страница, это все берет время. Как альтернативу Андроиду есть эмулятор не стандартный, есть эмулятор GenMotion. Мы его на проекте на одном стадии, можно брать эту рецензию использовать эмулятор, то есть немножко мультипоточность делать. И он, конечно, побыстрее будет, он на уровне стрелайса работает. По поводу скорости прогона iOS, то в целом, быстрая скорость прогона, уверенная скорость запуска. Почему? Потому что мы запускаем, если мы запускаем тест новой сессии, а чаще всего iOS так и требует, то у нас закрывается правая CMR. То есть для каждого теста у нас открывается новая сессия и вот этот запуск, он иногда просто собирает лишние 30 секунд на каждом тесте. А сами тесты, ну, довольно быстро бегут. По стабильности, здесь, как я сказал, не все идеально, там есть в каких-то местах нестабильность. Если говорить о томасе, то здесь относительно стабильно все, и если мы берем эмуляторы, то бывает такое, что что-то залепает, что-то бежит туда, или два теста одновременно накладываются, что-то начинает бежать. Здесь можно, в принципе, тоже все решаемо. Также на том, что эмуляторе можно установить скрипты, если особенно CI, мы запускаем какую-то джобу, например, да, проранить DGC на мобильном приложении. Мы запускаем, перед тем, как он начнет на тесты, можно шерст-крипт написать, который просто убьет все процессы и стартанет их по новой. То есть чтобы не было сессий из прошлых тестов, чтобы не осталось эмуляторов с прошлых тестей. То есть это все можно, в принципе, реально сделать, и будет, ну, тоже в целом стабильно можно пользоваться. По поводу поведения, здесь, если конкретнее надо, может отличаться... Оно, в принципе, может отличаться и от эмулятора, может отличаться от версии операционной системы, есть и девайсы. Ну, в целом, поведение... То есть если он статистический тест, он в целом будет работать одинаково. Бывают такие вещи, что выскакливают кубапы по-разному на разных девайсах. То есть эмуляторам выскакливают так, а на нём давайте он не выскакливают в лавке. Или наоборот. То есть, ну, такие мелочи, но бывает такое случается, что приходится его как-то обрабатывать тоже. Код доступности элементов. Но это было замечено в одном проекте пока что. Когда есть у нас WebView... Нет, то есть WebView — это у нас в нативном приложении открывается веб-страница. Бывает такое, что элементы на real-девайсе определяются как нативные, то есть мы их ищем, непосредственно вот, инспектор открываем, у нас есть дерево, и по этому дереву мы работаем как с нативным контекстом. В эмуляторе это работает как компьютер, то есть это работает как обычный сайт, который мы можем написать там css равно как чего-то, да, и он найдёт это элемент. То есть вот такая вот разница была замечена на одном проекте, что там мы можем написать css равно, какой-нибудь пассу указать, он будет делиться, нормально это работает. Когда мы запускаем этот же тест на real-девайсе, у нас его вообще в принципе не находят, у нас даже контекст этот веб не находит, все увидит как нативный контекст. Какие могут быть возможности, какие могут быть проблемы или трудности при автоматизации? Не все так идеально еще как в веб-автоматизации, но в целом все проблемы, то, что здесь указано, они решаем, просто немножко, конечно, приходится тратить это все у скидки. Бывает такое, что могут выйти доступные элементы, я упоминал раньше, да, у нас есть приложение, в котором есть еще какие-то элементы, поля, там, кнопочки, взять пример, то, что прям помнится, это валидация такая. То есть мы вводим все это неправильно, нажимаем все бит, у нас есть валидация на странице, мы ее видим, она визуально видна. Мы получаем, вот мы смотрим на теорию элементов, его там нет. Мы получаем, можно взять getPageSource, так же самое, как с HTML, по бинном приложении, даже в нативном можно взять PageSource, и вот XML. То есть XML это все, что он видит на текущий момент, все, что Apple видит на текущий момент на странице. XML тоже не возвращало, ничего нового нам не открытого, то есть тоже этой валигации не было. Ну, здесь два, либо страдать за PageS на потом, или же общаться как бы, да, объяснять, почему мы не можем заавтоматизировать, ну, зависимо от приоритета, естественно. Либо общаться с тегилотерами, если есть такая возможность, чтобы они, либо же добавили ришку, либо просто узнать, почему так происходит, да, даже в андроиде в SDK, атоматерами, то есть он не видит этого элемента. Можно узнать, можно попросить, чтобы чего-то доделали, переделали, чтобы у нас был доступ к этому элементу. Не все стандартные методы работают правильно. То есть здесь нужно понимать, что объем относительно новый, если сравнивать его с телением в целом, и есть такие моменты, когда вот, я бы написал в примере scroll swipe, то есть нам нужно нативно взять и нажать, там, по пальцам, и слайдам туда, вправо-влево, либо по-скроллить там, какую-то элементу. Есть scroll тут есть в трайвере, который работает на андроиде, но весь работает через раз. То есть будьте готовы, что вам придется записывать свой scroll. Есть определенное решение в интернете, то есть можно взять, где-то позаимствовать и, в принципе, использовать. По поводу свайпа, так же самое. Есть свайп, но его нужно, ну, желательно, тоже стандартный, он не очень понятный, у него куча параметров. Чтобы понятно использовать в тестах свайп, вам нужно будет написать свой какой-нибудь свайп, который будет, ну, то есть свайпа на 50% вверх, на 50% вправо-влево. Чтобы было понятно, и как использовать его в тесте, а не свайп нам от пикселя 1, пикселя 25, по яйцу, на 30 кадровые. Вот. То есть этот epic charm, оно, как бы, с такой проблемой придется столкнуться, если вы будете начинать. Нужно следить за обновлениями. И тут лучше сказать, в соответствии версии. То есть с обновлениями, во-первых, могут выходить какие-то фиксы на какие-то вещи, то есть чего-то не работало, чего-то начало работать с новой версией, армиумом. То есть тут нужно понимать, что мы обновляем как аппликейшинг, как аппликейшинг, а тем самым и армиум, как API в коде. То есть мы и там, и там должны стараться держать самую последнюю версию, потому что в последней версиях обычно фиксы и табаки, что-то улучшают, что-то дорабатывают, дописывают. Здесь также есть совместимости определенные. То есть если у вас последняя версия армиума и какой-нибудь старый исход со старым, не будет работать. Если наоборот, то там зависит. По-моему, есть какие-то обновления какие-то критические, после которых он не работает, совместимость только последний апплик, последний исход. А исход, соответственно, совместимость последний исход последний операционный команд. И того, чтобы, например, добиться автоматизации и обновить вам апплик, вам нужно обновлять ось, потом обновлять исход, потом обновлять апплик, чтобы он все работал. Потому что если вы просто апплик обновите, то у вас ничего не будет. Придется откатывать. Ну и правильное настроение эммалятора здесь относится опять же к Android и к дефолтным эммалятору, который как-то ставим для SDK. Джейнмошен, в принципе, его настраивать не нужно, там устанавливается все, там даже драйвер не нужно ставить, что я упомянул. Все работает довольно стабильно. Джейнмошен, можно попробовать там средство non-commeasured use, то есть можно поставить просто для себя, попробовать, проект использовать, чтобы использовать нужно будет у заказчика простите, бюджеты. ну и собственно Workflow как все должно работать идеально. То есть нативное приложение это не веб-положение, которое где-то сбликнулось, и мы просто базим его там зайти в деф, там, не знаю, в углу, там, деф-версия сайта, он просто пошел, начинает это делать. Нативное приложение это файл, который нам нужно откуда-то взять, куда-то использовать на каком-то девайсе. Таким образом, чтобы вообще была организована идеальная автоматизация, нам нужно, чтобы у нас, ну, я уже ближе к сайлу говорю, какой-нибудь человек где-то стоит в TeamCity, на котором билдится мобильное приложение, ну, возьмем, например, Android, например, больше у нас автоматически билд Android, сбилдивается багажка. Дальше, у нас может быть триггер автоматически тесты, как есть там тоже у нас какие-то тесты, написанное на вот это приложение. Это новое приложение, которое сегодня девелопили, ночь, что она сбилдилась, есть абэкажка, и мы можем автоматически запускать тесты, но перед тем, как запустим тесты, нам нужно указать, либо чтобы указывалась где-то откуда добралась абэкажка, которая сбилдилась, либо же предусмотреть, чтобы параметр после билда джопы, который виден по application, параметр передавался автоматически в следующую джопу, с локации, куда сбилдилась абэкажка. В целом можно предусмотреть, если это особенно одна машина, мы знаем, что у нас есть в том же Jenkins'е путь какой-нибудь Jenkins, Workspace, название джопы, билд какой-нибудь последний, и вот там будет лежать выложенная багажка. Можно при раннем тесте указывать возьми багажку, которая на этой машине с последнего багажа. Вот, и он берет эту багажку, запускает на ней тесты, которые уже есть, можно делать каждую ночь, можно делать перед релизом, но желательно каждую ночь, чтобы тесты были поддерживаны, чтобы вы утром пришли, смотрите, у вас там два теста упала, смотрите, нагреваем, когда они поменяют, ну как с вебом, в принципе, все. То есть их нужно поддерживать при каких-то изменениях. В нативных чаще всего не так элементы меняются часто, как в веб, бывает, что меняется функционал и аффекты какие-то тесты нового элемента, ну если дизайн естественно не меняется, то элементы чаще всего остаются те же. По поводу почему на чём пошли сервисы, что это такое вообще, может кто не знает, есть сервисы, которые, ну вот сайта, я указал тест, который как я сказал, ну так, делали анализ этих всех сайтов, выбирали себе лента для того, чтобы найти жилье на тесты. То есть вот там в начале указано, что нужно иметь ман-мини, ну или там, ну не знаю, любую ман-машину. Тут вопрос, да, если нам нужно знать мультипоточность, ну у нас есть 300 тестов, они бегут в один поток в 12 часов, а нам, наверное, нужно сейчас получить результаты. Ну, уже сложнее. Второй вопрос, то, что нужно поддерживать всегда, да, если у вас стоит ман-машина, то есть вам нужно ходить и обновлять армиумы, ходить и обновлять операционки, мы пойдём все вещи делать. Если мы говорим об облачных сервисах, то там это всё уже предоставляется. вы платите за это деньги у него заказчик, конечно же, но, если правильно показать заказчику, то он будет больше экономить, чем тратить. То есть, если он в этот браузер стэк, мы задумывались на нём, то есть, гендер даёт свои машины, где-то виртуальные, мы просто в ходе указываем линту, то есть, ремонт URL, мы указываем не нашу, где она стоит, а где-то их, но там в облаках не правит. То есть, это виртуальные машины, которые, реальные машины, которые где-то стоят, и мы указываем просто линту на этот сервер, и он дальше распределяет вот так. То есть, мультипоточность, он распределит на три машины, да? Как всегда, всё out-of-date. Все приложения, все версии из бода, то есть, всё новое, всё они обдадят, они за их следят, не будет такого, что там обновились, несовместимость версии, это по всему вот, и всё уже обладает. То есть, намного легче. Ну вот, если более детально, то есть, это не ваша машина реальная, которая где-то здесь, это там, заплатили деньги, и вы гоните где-то на тех машинах, которые кто-то поддерживает, ничего не будет. И вообще, в этом не появится. Если, вот, выделить преимущества, основные, то мы не тратим время на настройку святых. То есть, вот, доставка, да, вот эти сервисы, вам не нужно, можно начинать сразу со второго шага, это создание кода, создание теста. То есть, нашли элементы, написали там, тест какой-нибудь, который уже можно выбрать и выполнять, где-то на областном сервисе. При этом, облачные сервисы, также, предоставляют видео сайт из того, что происходит. Не только мобильные сайты, есть и бэк, то есть, какие все, что я упомянул, они для автоматизации подходят, или мануального тестирования. То есть, если вам нужна какая-то система Windows XP и Италипстора восьмой, вы можете зайти вот на такую область и сервис, и у вас, как правило, тест будет небольшой такой, у вас будет этот E, ну вы выберете параметры, и у вас будет возможность видеть E8 на E7. Причем, для мануального тестирования, по-моему, там даже бесплатно что-то есть. Не тратим время на стройку сайты, не тратим время на поддержку сайты. То есть, как я уже сказал, ну, просто гоним тесты и всегда знаем, что там все новое, что самая простая идея стоит. Стабильная работа. То есть, вам не нужно уже писать преды, которые там чего-то убивают, какие-то процессы, да, вы просто запускаете, у вас всегда будет новая сессия. Всегда. тесты бегут быстрее. Ну, вот я бы сказал, чаще всего это будет зависеть от машины. Да, если у вас самая топовая Mac mini машина стоит, которая сейчас стоит кучу денег, то, естественно, у вас нормально будет тесты быстрее бежать. Если у вас уже там после прошлого года Mac mini стоит, то даже с хорошими параметрами после прошлого года у вас будут тесты бежать ну, не столь быстро, как на облачных сервисах. Ну, опять же, разные сервисы по разному. Тауслабс показал чуть-чуть дольше себя, то есть, где-то, наверное, 16 минут, а там 23 минуты было. То есть, 23 минуты на Тауслабс в раус Т 16 минут. То есть, мы делали полностью анализ, мы всех сравнивали, и вот, кто-то, если сравнивать с какой-то старой машиной, которую вы можете автоматизировать, то это будет быстрее на облаке прогнать. И, легче реализовать мультипоток. Здесь, как я говорю, у нас нет возможности на одно нормальное отношение к найти несколько подобных. Там, сейчас, только начали придумывать какие-то хаки, как это подходить, то есть, чтобы найти, хотя бы, два мультипотока. Но, это сложно, и не очень интересно на каких-то моментах. То есть, а облачные сервисы позволяют нам запустить одну джоку в три потока. И, соответственно, у нас те же тесты, которые в один поток будут звонят за 9 часов, то есть, пока тоже три часа будет на задовесном, допустим. А если там тянет 10 долларов, то это все очень быстро будет проходить. Ну, у меня все. И у кого-то вопрос возникли. Автологи любые. А что под цель было дело с на него? Можно ли прикрутить Allure или вообще стандартные средства? Да, то есть, здесь все в зависимости от кода, от языка. Если у вас какая-нибудь Java, вы так же пишите к населению, вы просто подключаете туда не web-драйвер, например, а подключаете IS-драйвер либо Android-драйвер. Так же самое есть пом-файл, в котором есть dependents, и так же все можно прикрутить. Тоже дистанции юнит так же ставится и все тоже самое что в севере можно использовать и те же самые дополнительные драйверы. Расскажу ну, это как если у нас есть интерактивные действия. у нас был кейс, когда нужно было это было нативное приложение нужно было сканировать какие-то вещи. То есть был девайс, девайс у кожного куба тот взялся сканер но там сканер уже с какими-то номерами то есть он не сканировал, он действительно убитые были и было приложение которое нажимаешь скан и нужно было сканировать сотни раз в день, чтобы протестировать убедиться. Вот в таком случае кстати из хаков которые можно делать можно подключать рел-девайс по Wi-Fi потому что у нас занят борт, а мы не можем подключить то есть мы можем по Wi-Fi подключить через девайс и по Wi-Fi то есть я буду стоять и там будет автоматически все происходить нажиматься кнопки и все тестировать в таком случае была выгодна автоматизация если приложение какое-то можно смело сделать так 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 если как я говорил есть контекста есть в нативный если мы даже находимся и у нас высказал какой-то аллерг какой-то confirmation то он проекается где мы можем переключиться на нативный контекст на нативный дальше это все есть вплоть до того что в верхнем меню в котором пара берет связь сколько режим не знаю все вещи есть отдельные как перемены дальше вопрос вопрос о направлении сталкивается автоматизация либо просто когда проверяют и на реальной надевательности как выясняли фактор и за этого все как сталкивался так конкретно с автоматизацией я даже не сталкивался с депп т.е. если там какой-то 3d-шутер то это наверное уже не аппинг если там чего-то такое что там нужно кликать буквально эмулировать все действия пользователя то в целом все возможно даже насчет задержек там можно это все в коде непосредственно управлять можно поставить задержки если нужно подождать чего-то какого-то инвент это тоже можно сделать т.е. например мы кликнули и нам нужно адаптироваться пока чего-то проявилось или чего-то обработывать а если 3d не сталкивался не скажу 3d не сталкивался ну есть аналоги что да ну камбер в целом он не только для мобильных есть еще такие более банвальные типа рекорды можно попробовать какие-то ну я тут не скажу сейчас файл а подскажите в облачных сервисах там используются только эмпляторы или возможность есть на реальных девайсах тоже генитис еще раз начало в облачных сервисах то есть можно использовать а хороший вопрос у нас одно из требований было закачиваться мы на реальных девайсах начали обладать мы просерчили все southpac встает реальные девайсы на которые можно гонять причем там круто так было у них есть там тикадеризм есть лишний кабинет можно потестить я заходил то есть они предоставляли для автоматизации и для ручного заходил то есть там эмунируется показывается дисплей реального девайса на экране я заходил в камеру черная была нажимал вспышку и то есть подсвечив на земле лежит понятно что три элдевайса браузер стек тоже предоставляет две девайсы только для мануального доскирования то есть там даже бесплатно можно зайти по вашему то есть они предоставляют так же самое браузер открывается окошком вы заходите вы можете в сплит туда приложу или в веб там какой-нибудь это все возможно для автоматизации по данным да вопрос спасибо у нас есть мобильная веб-атронизация в гоняли на вот вот саус лап пробовали глагально все проходит там все хватает ну не все потому что хватает результаты разные в этом уклане мы делали настройки отдельные допускали с одними настройками с одними настройками аутами здесь другими касательно мобильной автоматизации мы тестировали настройки вообще результаты идентичны были на и стороне и на нашей стороне касательно веба касательно нативных приложений мы пока тестировали на саус ламп там все очень то есть нативные приложения они поддерживают только саус ламп и чтобы тестировать нативное приложение его нужно загружать через консоль загрузить приложение потом в тесте указать нервные решения то есть довольно сложно пока эти все облака они больше тестируют мобильное обложение и касательно разных результатов в целом можно взять и сделать и конс конфигурации мы видим что это браузер стэк мы можем понять какая нам нужна конфигурация если нам нужно увеличить таймаут и уменьшить таймаут и как выберите другие поставить это все можно эти ивенты включить выключить выключить и выключить от этого можно выключить выключить результаты если говорить в общем таймаут то в целом все индивидуально направляется смотрится как ожидается загрузка страницы чаще всего мы делаем конструктор классов в котором есть в котором есть в этой в которой мы дожидаемся у нас одна страница равна один класс соответственно у нас выбивается в котором конструктор в котором конструктор если даже в мобайле, можно делать еще не две, а можно дожидаться, что страница загрузилась через JavaScript, плюс дожидаться, что аджаксовские все реквесты закончились, то есть аджакс может это обрабатывать. То есть аджакс может прогрузиться полностью, но где-то аджакс чего-то делает, даже какие-то элементы проявляются. Это через xpcd-wait-вертайдер, ну, в принципе, ватт именно уже это все можно пробовать, есть доступ к драйверским методам. xpcd-wait, и дождаться пока аджакс-реквестер равно ноль, плюс страница конфликта, плюс jvd-вертайдер, ну, как-то там будет стоять. Спасибо. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как часто поведение приложения на реальном библисе отличается от времени? И как вы решаетесь на реальном библисе? Ну, у нас единственное отличие было с webview, то, что я сказал. Чаще всего, значит, на реальном библисе и на мобильном библисе у нас результаты практически одинаковые. С webview как мы решали, то есть мы просто пришли к заказчику и говорили, вот у нас есть эмулятор и у нас есть реал-девайс. У нас, вот, либо мы делаем амблокаторы, как через все эти SSX пассы, как web, либо мы делаем их как ныти, то есть у нас не получится совместить, ну, можно было совместить, но это дополнительная, там, трудозатратка его, да, хранить и то, и то, плюс, там, в зависимости от либо RIL, либо эмулятора, там, подставляют актеры, в принципе, можно было бы сказать. Мы пришли, как бы выдали всю картину, заказчик сказал, у меня цель поддерживать RIL девайси. И мы, как бы, просто все подограли RIL девайси, локально тоже у нас RIL девайси и, как бы, к нему доброму пришли. Конкретной разницы в web, mobile, там, вейшем, ну, не было результата. То есть мы ходим там, все хорошо, но ходим тут, уже все хорошо. Ну, быстрее, может, как на RIL девайси. То есть оно вот здесь перед тобой лежит, да, и вот там все бегает, и еще просто. Да, вопрос. Вопрос. Если у вас, у меня такая функция, как среди магии, когда нужно сделать действие, а с тобой запишет, и так, потому что там ускорить это написание, и потом быстрее... Ну, это, да, есть такая штука, но это не очень хорошо, потому что она генерит код. То есть там нет, по-моему, нет функции воспроизнести, но есть функция записать. То есть она записывает и генерит код. Когда код можно взять и вставить, он прям вот сходу будет работать. Ну, только, я не знаю, не помню, импорт там, он сразу пишет, не пишет. В целом можно, но если мы говорим о какой-то долгосрочной автоматизации, попробовать можно, это очень быстро будет, и очень легко. Это есть, по-моему, только на iOS-практорах, то есть на Mac оси. Под Windows нет записи. Если на Mac оси вы запускаете, у вас есть инспектор, если вы открываете инспектор, и там есть кнопочка «Райкод». Нажимаете «Райкод», делаете чего-то на записок, и сразу едет снизу код. Можно взять его, вставить, и он будет как бы работать. Дальше, вопрос. А там позволяет тестировать только дюйм, или есть возможно, где ее тестировать? Например? Ну, опять же. Сервис или что-то по словам? Перетестирование? Нет, но тестирование, например, в бизнесе. То есть, есть ли возможность заскучать наполнитель? Ну, нет, скорее функциональное тестирование. То есть, вот, если у нас есть кейсы, можно плюс кейсы, да, какие-то показать, и он по юскейсам будет что-то тестировать, но это будет функционально. И еще, в целом, вот сейчас немножко развивается еще автоматизация в сторону буи, именно, непосредственно. То есть, это делается скриншот, сравнивается с каким-то дизайном. Такие вот вещи, они, в целом, вот сейчас появляются код, которые уже это могут делать. То есть, ну, основная цель – это функциональное тестирование все равно стоит. Да, вопрос? У меня вопрос по ориентаризации. Как-то не дублируя код, запуска, допустим, одного теста на разных девайсах, разных девайсов, как стендер, реальных девайсов, и я хочу, когда один тест прогнать по всем осям, по всем настройкам. Как это происходит? Рейс-кода как-то меняется? Ну, можно вообще по-разному реализовать. Можно либо же, если какой-то конфликт удачи, либо же дата-провайдер использовать при этом. То есть, мы говорим, вот у нас есть этот .csv-файл, который решит нам список осей тех, на которых только динфер начали. Оставили его одну, но он в целом одной оси. То есть, один и тот же тест – это .ddd. Это .ddd. Когда мы один и тот же тест вводим с разными параметрами. То есть, здесь суть даже. У нас один и тот же тест, просто как параметр у нас будет передаваться . Как я подобрал пример, у нас могут быть кейсы, у нас могут быть .